Александр Михайлович Василевский, выдающийся советский полководец, во времена Великой Отечественной войны, был третьей фигурой по значимости после Сталина и Георгия Жукова. Всем привет, с вами канал История Мира. Сегодня мы вам расскажем историю жизни Александра Василевского. Приятного просмотра. Василевский родился 30 сентября 1895 года в поселке Новая Гольчиха в Костромской губернии. Отец будущего советского военачальника был псаломщиком и церковным регентом. Мать Александра тоже принадлежала к семье церковников. Ее отец был псаломщиком. Александр был четвертым из восьми детей большого семейства Василевских. В 1897 году семья решила переехать в поселок Новопокровское, где отец стал служить при местном храме. В дальнейшем Александр начал учиться в церковно-приходской школе при этом храме. В 1909 году молодой человек окончил духовное училище и стал учиться в семинарии. После окончания семинарии перед Александром появилась возможность получить светское образование. В этом же году молодой человек принял участие во всероссийской стачке семинаристов, вызванной запретом поступать абитуриентом в вузы и институты страны. Василевский-младший был выдворен из Костромы, но вернулся в семинарию через несколько месяцев, когда некоторые требования семинаристов были удовлетворены властями. Александр совершенно не планировал становиться военным, куда ближе ему были профессии землемера или агронома. Однако начавшаяся Первая мировая война кардинально изменила его дальнейшие планы на жизнь. Перед окончанием семинарии молодой человек сдал экзамены экстерном и вскоре стал учиться в военном училище. Весной 1915 года будущий военачальник прошел ускоренный курс военной подготовки и в звании прапорщика отправился на фронт. На фронте ему доверили должность полуротного командира роты. Спустя год он получил повышение и стал командиром роты, которая вскоре была признана одной из лучших в полку. На этом посту молодой военнослужащий получил орден Святой Анны, а через еще какое-то время он был удостоен ордена Святого Станислава. Василевский принимал участие в Брусиловском прорыве, когда в результате большого количества потерь среди офицерского состава, Александр был назначен командиром батальона. Мужчина получил звание штабс-капитана. В июле 1917 года молодой военный под сильным обстрелом со стороны противника проявил мужество, командуя сначала ротой, а потом и батальоном. Мужчина не терялся, шел только вперед, подбадривая других солдат и офицеров. Так за несколько лет Василевский смог превратиться из бывшего семинариста в одного из самых перспективных военнослужащих царской России. Известие о начале Октябрьской революции застало Александра, когда он был в Румынии. Мужчина решил оставить военную службу и вскоре уходит в отпуск. Во время нахождения на родине, Василевский узнал о том, что солдаты 409-го полка избрали его своим командиром. В те годы этот полк находился в составе Румынского фронта, которым руководил генерал Щербачев. Генерал был союзником Центральной Рады, которая ратовала за независимость Украины от Советского Союза. Василевскому поступила рекомендация не возвращаться в полк, поэтому 1918 год он провел в родительском доме, занимаясь сельским хозяйством. В течение нескольких месяцев Василевский проработал учителем в начальных школах. Спустя год его призвали в Красную армию, где он был отправлен в 4-й запасной батальон. Здесь Александр был назначен на должность помощника командира взвода. Спустя месяц его снарядили командовать отрядом из 100 человек. Отряд занимался борьбой с бандами, а также осуществлял продразверстку. В 1919 году батальон был переведен в Тулу, где пополнил ряды 1-й тульской стрелковой дивизии. Василевский сначала был назначен командиром роты, а потом и командиром батальона. Осенью этого года мужчина был назначен командиром 5-го стрелкового полка, которому так и не суждено было поучаствовать в военных действиях с денекинцами. В декабре этого года дивизия перебрасывается на Западный фронт, где занимается борьбой с интервентами. По своей личной просьбе Василевский был переведен на должность помощника командира полка. Вскоре в составе 15-й армии мужчина сражался в войне с Польшей. В 1920 году Александра переводят в 48-ю стрелковую дивизию, где он служил раньше. До середины августа он находился в Вильне, где в составе дивизии нес гарнизонную службу. После этого Василевский вновь участвовал в боевых действиях против польских войск в Беловежской пуще. Здесь между Александром и комбригом Калниным произошел конфликт. Калнин приказал взять Александру командование над 427-м полком, который в панике отступил. Никто не знал точное местоположение полка, а сроки, которые Калнин установил для Василевского, показались последнему недостаточными. Александр доложил, что не сможет выполнить приказ в срок. Сначала комбриг отправил Василевского под трибунал, а потом вернул его, но расформировал до командира взвода. В дальнейшем, как показали расследования, приказ комбрига был отменен, а Василевский был временно назначен на должность помощника командира отдельного батальона. После войны Василевский участвовал в борьбе с отрядом Булак-Балаховича, потом активно работал над устранением бандитов в Смоленской губернии. Следующие 10 лет Василевский командовал тремя полками 48-й стрелковой дивизии, даже был главой дивизионной школы для младших командиров. В 1927 году Василевский оканчивает стрелково-тактические курсы для комсостава. Летом следующего года его полк был выделен при учениях специальной инспекторской группой. В 1930 году благодаря усилиям Василевского, полк, который считался одним из самых слабо подготовленных, получил первое место и прекрасную оценку во время проведения маневров. Отличная служба военного позволила ему получить перевод на штабную службу. Вскоре Василевский вступает в портбюро при полке, его заявление было удовлетворено, и мужчина стал кандидатом в члены партии. Поскольку в последующие годы осуществлялась партийная чистка, Василевский несколько лет провел в кандидатах в партию. Только в 1938 году мужчина получил партийный билет, когда он уже работал в генеральном штабе. В своей автобиографии за тот год Василевский писал о себе, что его связь с родителями была утрачена еще в 1924 году. Спустя два года по личному предложению Сталина, мужчина смог восстановить отношения с родителями. С весны 1931 года Василевский служил в управлении боевой подготовки РКК, где занимался редактированием бюллетеня боевой подготовки. Занимался он и помощью редакции журнала под названием «Военный вестник». Кроме того, Василевский принимал участие в создании серии инструкций по ведению боевых действий для различных видов войск. В период с 1934 по 1936 он значился начальником отдела боевой подготовки при Приволжском военном округе. В 1936 году Василевский получил звание полковник, вскоре он был зачислен в Военную Академию Генерального штаба. После окончания Академии, Василевский был назначен начальником кафедры тыла, потом он получил новое назначение и был определен начальником первого отдела Генерального штаба. Через несколько лет Василевский получил звание комбриг. Примерно в это время он работал в комиссии по анализу действий РКК во время боевых действий на территории близ озера Хасан. В 1939 году мужчина занял место заместителя начальника оперативного управления при Генеральном штабе. Василевский принимал участие в разработке плана войны с Финляндией, который позже был отвергнут Сталиным. Во время войны с Финляндией он взял на себя обязанности первого заместителя начальника Генерального штаба Смородинова. В 1940 году Василевский стал главой правительственной комиссии по определению новой границы между СССР и Финляндией, а также принимал участие в переговорах с финской стороной о подписании мирного договора. Весной 1940 года Василевский принимал участие в разработке оперативного плана действий РКК на западном северо-западном и северном направлениях, если Германия начнет боевые действия. В ноябре 1940 года Александр был в составе делегации под руководством Молотова в Берлине для переговоров с Германией. Во время Великой Отечественной войны Василевский был назначен заместителем начальника Генерального штаба и был по совместительству начальником оперативного управления. Он также входил в группу представителей ГКО во время битвы за Москву и был в ряду тех, кто обеспечивал отправку на Можайский оборонительный рубеж вышедших из окружения и отступающих войск. Василевский внес огромный вклад в организацию обороны Москвы и дальнейшего контрнаступления. В критический момент, когда Генштаб был эвакуирован, он стал руководителем оперативной группы для обслуживания ставки. В сферу обязанностей данной группы входила необходимость правильной оценки событий на фронте, информирование ставки обо всех изменениях на линии фронта. В октябре профессиональная деятельность Василевского и его коллег была хорошо оценена Сталиным и Александр был удостоен звания генерал-лейтенанта. Василевскому пришлось взять на себя все стадии подготовки контрнаступления под Москвой, которое началось 5 декабря 1941 года. Контрнаступление было осуществлено войсками Калининского фронта. Весной 1942 года Василевский был представителем на Северо-Западном фронте, где помогал в ликвидации Демянского плацдарма. Вскоре из-за болезни Шапошникова, Александр вновь был назначен начальником генерального штаба. В апреле он получил новое звание – генерал-полковник. Из-за прорыва немецкими войсками Крымского фронта, Василевский был отозван в Москву. Вскоре из-за попадания в окружение армии Власова, Василевский был направлен в Малую Вишеру. В круг обязанностей Александра входил вывод войск из окружения. Летом 1942 года Василевский вновь был назначен начальником генштаба, при этом он одновременно с этим был заместителем Наркома обороны СССР. Спустя какое-то время он стал представителем ставки на Сталинградском фронте. Василевскому принадлежит большой вклад в развитие военного искусства. Благодаря военному был разработан и подготовлен план контрнаступления под Сталинградом. Василевский должен был заниматься координацией наступления. В это время Жуков получил направление на Западный фронт. Контрнаступление было успешно осуществлено, после чего Василевский занялся ликвидацией противников в Сталинградском котле. Однако он не успел завершить задание и был в срочном порядке переброшен на юго-запад для отражения действий группы Манштейна. Зимой 1943 года Василевский занимался координацией наступления советских войск на Верхнем Дону. Уже в феврале этого года он получил звание маршала, что было необычно, ведь примерно месяц назад Василевский уже был удостоен звания генерала армии. По персональному поручению ставки, Василевский приступил к координации действий Степнова и Воронежского фронтов во время Курской битвы. Он занимался руководством планирования и операции по освобождению Донбасса, проводил операции по освобождению Крыма и Правобережной Украины. В апреле 1944 года он был награжден Орденом Победа, который стал вторым по счету с момента учреждения награды, первый орден был вручен Жукову. После освобождения Севастополя Василевский решил осмотреть окрестности города. В итоге его машина во время переезда через немецкую траншею напоролась на мину и произошел взрыв. Василевский ушиб голову и получил незначительные порезы от осколков ветрового стекла машины. Его шофер повредил ногу. Александру было рекомендовано соблюдать постельный режим. В дальнейшем Василевский занялся координацией действий 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. 10 июня он также взял на себя управление действиями 2-го Прибалтийского фронта. Александр занимался координацией действий фронтов до самого освобождения Прибалтики. Вскоре он был удостоен звания Героя Советского Союза, также он получил Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Руководством и планированием восточно-прусской операции занимался лично Сталин. В это время Василевский работал в Прибалтике. Однако в связи с отбытием Сталина на Ялтинскую конференцию, Василевский вернулся к обязанностям начальника Генштаба. Кроме того, он занял пост заместителя Наркома обороны и руководил восточно-прусской операцией. 18 февраля между Василевским и Сталиным состоялся разговор. Василевский попросил Сталина освободить его от работы в Генштабе, поскольку Александр большую часть времени был занят на фронте. В этот же день в Москву пришло известие о смерти Черняховского, руководившего Третьим Белорусским фронтом. В связи с этой новостью Сталин решил назначить Василевского командовать фронтом, кроме того Александр стал членом Ставки Верховного главнокомандования. Находясь на этой должности Василевский осуществлял штурм Кёнигсберга. 19 апреля Василевский получил второй Орден Победы. После этого он провел земландскую операцию, в результате чего была разгромлена военная немецкая группировка на территории Восточной Пруссии. 26 апреля советские войска взяли город-крепость Пилау. Василевский принимал участие и в войне с Японией. Летом 44 года Сталин рассказал маршалу о своих планах назначить Александра главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. План Сталина должен был осуществиться после окончания войны с фашистской Германией. Василевский начал разрабатывать план войны с Японией. Вскоре 27 июня был подготовлен план Маньчжурской наступательной операции, который получил одобрение Государственного комитета обороны и ставки. Летом 45 года Василевский под именем Васильева и в форме генерал-полковника прибыл в Читу. Вскоре он был назначен главнокомандующим на Дальнем Востоке. Во время подготовительной операции маршал осмотрел позиции советских войск и познакомился с их командованием. Вскоре были учтены и сокращены сроки выполнения поставленных задач, в том числе и выхода войск на Маньчжурскую равнину. Ранним утром 9 августа 45 года Василевский руководил войсками Советского Союза. Всего лишь 24 дня понадобилось Василевскому, чтобы разгромить миллионную армию противника. В этом же году Александр получил вторую медаль «Золотая звезда». После окончания военных действий Василевский занял пост начальника Генштаба, а потом и заместителя министра вооруженных сил, далее занял должность министра. Биография Александра Василевского кардинально изменилась после смерти Сталина. С марта 1953 года мужчина был назначен первым заместителем министра обороны, но уже 15 марта мужчина решил по собственной воле уйти с занимаемой должности. В 1956 году его назначили заместителем министра обороны страны, уже в декабре следующего года он получил отставку по болезни. За Василевским осталось право носить военную форму и все знаки отличия. Впрочем, зимой 1959 года Василевский стал генеральным инспектором группы генеральных инспекторов Министерства обороны. Он не раз избирался депутатом Верховного Совета, занимал должность первого председателя Комитета ветеранов войны. Что касается личной жизни, то у Василевского было два брака. Первой супругой маршала была Серафима Николаевна Воронова, родившаяся в 1904 году. Из-за разногласий, пара разошлась в 1934 году. В семейной жизни у Александра и Серафимы родился сын Юрий. Парень пошел по стопам знаменитого отца и достиг определенных успехов. После школы сын Александра Михайловича поступил в военный вуз, затем служил в Германии. В 1965 году по направлению руководства закончил высшую академию генерального штаба. Примечательно, что генерал-лейтенант авиации был в супружеских отношениях с дочерью другого маршала Советского Союза, Эрой Георгиевной Жуковой. Второй супругой Александра Василевского стала Екатерина Васильевна Собурова. Они встретились в 1931 году, когда маршал получил распоряжение в Москву на пост первого заместителя управления боевой подготовки. В то время будущая жена маршала трудилась в делопроизводстве. После трех лет знакомства пара решила узаконить свои отношения. 21 марта 1935 года у них родился сын Игорь, который впоследствии стал заслуженным архитектором Российской Федерации. Прославленный маршал ушел из жизни 5 декабря 1977 года, не оправившись от очередного инфаркта, на тот момент ему было 82 года. Урна с прахом Александра Михайловича Василевского была замурована в Кремлевской стене на Красной площади. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.